Всем привет! Сегодня я сделаю краткий обзор машинного отделения. Буду ходить по машинному отделению и буду кратко рассказывать, что это за механизм. Это у нас машинный кран, бузоподъемностью 5 тонн. Это трансформаторы, они преобразовывают ток 360-220 кольца. Это расширительная цистерна воды для низко-высокого контура охлаждения. Тут у нас находится туалет. Это обогреватели машинного отделения. На каждой палубе их по 6 штук. Это рев-компрессора для провизионных камер. Два компрессора. Для компрессора кондиционеров инстройки. Панель управления ими. И второй компрессор. Это главные воздушные компрессора для пусковых баллонов. Один служит как аварийный, другой сформаательный. И два компрессора для контрольного и сервисного воздуха. Это сатуратор. Воду пить не рекомендуется, так как мы ее делаем сами. И это чистый 10 ватт. Это утиль-котел. Выхлопные газы главного двигателя проходят через него. И он помогает вспомогательным котлам. Это дозирующие насосы котельной химии. Это индикаторная панель сигнализации. Это насос охлаждения кормовой гидравлики. Охлаждается пресной водой. Это колорифер. Подогреватель горячей воды. Может греть воду паром и электрическими тенами. Это минерализатор. Стерилайзер. И гидрофор. Идем в рулевое помещение. Это шахта аварийного выхода. Это само рулевое помещение. Это гидравлические насосы кормовых швартовных лебедок. Шахта аварийного пожарного насоса и сам насос. Это помещение химкладовой с химией. Это рулевая гидравлическая машина. То, что заставляет пароход поворачивать. Можно использовать автопилот. Обычное управление. И с этого поста аварийное. Телефонная будка для связи с мостиком. Это расходной танк гидравлического масла. В этой цистерне запасное масло для рулевки. Здесь у нас находится кладовая с расходным маслом и смазками. Все, в рулевке все, идем дальше. Это у нас сплинкерная система пожаротушения машинного отделения. И панель управления гидравлической. Танки с расходными маслами главного двигателя и дизель-генераторов. Так, сейчас поднимемся наверх. Я покажу, что там у нас наверху. Субтитры добавил DimaTorzok Это у нас воздуходувка инертного газа. Газы выходят из котла и идут грузовые танки, когда нам необходим инертный газ. Это кислородомер. Служит для определения наличия кислорода в инертном газе. Это бловер инцинератора. Здесь у нас находится помещение вентиляторов машинного отделения. Отсюда вентиляторы засасывают воздух и гонят машинное отделение по системе. Всего их 4 штуки. Два с правого горта, два с левого горта. Также мы можем поставить на циркуляцию, чтобы всасывание было из машинного обуви, а не из улицы. С левого горта все так же. Два вентилятора. С левого горта все так же. Два вентилятора. 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 и для продувки топки котла. Это расходной, отстойный и дизельный танк инсенератора. Отсюда в воздуходувке засасывает воздух котел. Это скрубер. Скрубер нужен для охлаждения и фильтрации инертного газа. Это паровые котлы. Два штуки. Котлы Альбарк с вертикальным расположением форсуна. Это стопорный и секущие клапана. Это два предохранительных клапана. На втором котле все то же самое. Это инсенератор. Температура в топке может достигать 1200 градусов. Сжигать можете все, что захотите. Никакого следа не останется. Так, Д еще чутьräge. Около впереди и острый зак embedае. Да, неありがとうございます. Я салим. Просто под boots. В течении жарки. На втором из владеции. В течении света. Так выглядят котлы. Высота примерно 10-12 метров. Это выхлопной клапан с крышкой. Это приспособа для отдачи гаек на цилиндровой крышке. Паук называется. Это запасной поршень главного объекта. Это наша мастерская. Воркшоп называется. Это мастерская электромеханики. Здесь у нас находится кладовка с запасными частями. Зиповка. Это уголок для сварочных работ. Это наша цепь. Центральный пост управления. Здесь мы дистанционно можем запустить практически любой механизм. И следить практически за всеми показателями машинных механизмов. Выглядит, конечно, устрашающе. Но на самом деле, если разобраться, то все довольно просто. Это кондиционер ЦПУ. Продолжение следует... Это церна с цилиндровым маслом для главного дверя. Уходим в сепаратор. Это топливная станция котлов с насосами, подогревателями и холодильниками. Это автофильтр дизель-генератора и топливная система дизель-генератора. Это сепараторы. Масляные сепараторы дизель-генератора, главного двигателя. Топливный дизельный сепаратор и топливный депаратор тяжелого топлива. Это топливная станция главного двигателя. Это топливный автофильтр главного двигателя. Это топливо подкачивающие насосы сепаратора. Топливный дизель-генератор. Это опреснитель. Из соленой воды мы делаем пресную и используем ее. Это насосы high temperature. Это центральные холодильники. Это насосы low temperature. Это у нас запасные выхлопные клапана в сборе. Воздушные осушители контрольного воздуха. И аэр драйер сервисного воздуха. Это пусковые баллоны с воздухом. Давление в баллонах 30 кг. Баллоны с контрольным и сервисным воздухом. Это теплый ящик и циркуляционные насосы котлов. Это суд коллекшн танк. Этот танк нужен для сбора сажи и грязной воды после того, как мы помыли утиль котел или вспомогательный котел. Это дизель-генератор. Химсон 4-тактный, 7-цилиндровый, 720 оборотов в минуту. Мощность 1070 кВт. Вместимость масла в картере 750 литров. Это турбина дизель-генератора. Это турбина дизель-генератора. А это сам генератор. Это фекальная система с бактериями. Это вакуумные насосы туалетов. И эффективный сборный танк. Это сам главный двигатель. Малооборотный. 21 600 лошадиных сил. Это ТНВД. Две форсунки на каждый цилиндр. Один выхлопной клапан на цилиндр. Это запасная втулка главного двигателя. Вес, если я не ошибаюсь, в 3,5 тонны. Это турбина главного двигателя. Это компрессорная часть. Это газовая часть турбины. Это главный пусковой клапан. Через него воздух идет на воздухораспределитель. Дальше на каждый цилиндр пусковой клапан. И тем самым мы запускаем главный двигатель. Это воздушный холодильник. Главный двигатель. Это ресивер. Главный двигатель. Это альфа-лубрикаторы. Служат для подачи смазки в цилиндр. За этими лючками находится распредвал. Это аварийный пост управления главным двигателем. Это подпоршневые. Это телефонная бутер для связи с мостиком. Это насосы альфа-лубрикаторов. Это пожарные насосы. Вес электромотора 2 тонны. Это эжекторный насос опреснителя. Конденсатные насосы вакуумного конденсатора. Это сам вакуумный конденсатор. Насос охлаждения вакуумного конденсатора. Насос из-за бортной воды. Кингстон. С него происходит всасывание воды из-за борта. И в нем установлен фильтр. Есть всасывание с верхнего и с нижнего Кингстона. Это лючки картера главного двигателя. Двигатель с сухим картером. Крестковный. Двухтактный. Семицилиндровый. Это оливотер-сепаратор. Это топливо-перекачивающий насос. Здесь у нас находится цепной ящик. Это валоповоротное устройство главного двигателя. Гребной вал. И масляные насосы главного двигателя. Это слайдж-насос. И биндж-насос. Тетюр-тюр насосы. Здесь у нас находится уплотняющее устройство Дейтуда. Это аварийный выход. Можно подняться в рулевое помещение по этим трампам. Для предохранительных клапанов картера. Мастерный автофильтр главного двигателя. Это масляный холодильник. Это питательные насосы котла. Два больших, два маленьких. Они берут воду из теплого ящика и качают в котел. Это грузовые турбины. Три турбины. Раскручиваются с помощью пара. Сами насосы находятся в помповом отделении. Потом, сделая обзор, все увидите. Этими турбинами мы выгружаем пароход. Это балластная турбина. Также раскручивается пара. И электрический балластный насос. Токинстон левого борта. Верхняя всасывания. Это насос охлаждения с кругером. Ну, на этом, пожалуй, все. Сделал краткий обзор машинного отделения. Надеюсь, многим это видео будет полезно и интересно. Если есть вопросы, задавайте. Может, сделаю видео конкретно на интересующие вас вопросы. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.